Доброе утро! Сегодня понедельник, 21 ноября. Служба информации и канал ОТС начинает свою работу в студии Ксения Петренко. Сегодня в выпуске. Сколько потратят депутаты на исполнение указов избирателей, какой уровень знаний у новосибирцев по английскому языку и кому вручат ключи от квартир в Барабинском районе? Новосибирские депутаты получат 4 миллиарда рублей на исполнение наказов избирателей в 2017 году. На заседании комиссии парламентария рассмотрели проект плана реализации наказов, предложенный региональным правительством. Из областного бюджета на эти цели будет израсходовано чуть больше 3,5 миллиардов рублей. Остальные средства поступят из федерального и местных бюджетов, а также внебюджетных фондов. Деньги пойдут на дорожное хозяйство, образование, ЖКХ. На объекты капитального строительства направят 1 миллиард 200 миллионов рублей. Напомню, на сайте правительства есть раздел, который так и называется – наказы избирателей. Там опубликованы наказы жителей по округам или конкретному депутату. И информацию о том, сколько денег выделено на решение того или иного вопроса, когда он будет исполнен и кто контролирует процесс. Новосибирск вошел в топ-5 городов России по уровню владения английским языком. Глобальное исследование, в котором приняли участие респонденты из 72 стран мира, выявило, насколько хорошо знают английский язык жители разных стран и городов. Столица нашего региона оказалась на почетном четвертом месте в рейтинге. Не в мире, а лишь в нашей стране. Жители Санкт-Петербурга знают английский лучше всех. Второе место локального рейтинга занимает Москва, следом Владивосток, Новосибирск и Казань. Долгожданное новоселье детям-сиротам из Барабинского района вручили ключи от собственных квартир. До конца года жилье получат 10 семей. Оксана Тимошенко с подробностями. Я заказала себе кухонную гарнитур и стол, кухонную обеденную зону. Завтра привезут. Обживать собственную квартиру Лидия уже начала. Купила холодильник, стиральную машину. В ближайшие дни справит новоселье. Все устраивает. Очень хороший ремонт. Хороший сделан. Квартиру для детей-сирот приобрели на вторичном рынке. Выбирала специальная комиссия. Требования к продавцам жесткие. К примеру, многоквартирный дом должен быть не старше 30 лет. Квартира отремонтирована, сантехника заменена. Наша задача – приобрести качественное, хорошее жилье, для того, чтобы там и детям жилось комфортно. И мы знали, что там нет никаких ни технических проблем, никаких других. Подбираем. Комиссия работает. И в этом году 10 квартир мы смогли подобрать. Елена Салтымакова свою квартиру еще не видела. На вручение ключей она приехала из Новосибирска. Девушка не скрывает, волнение есть. На очереди вместе с братом стояли 17 лет. Переступив порог теперь уже собственной квартиры, эмоций не скрывает. Отлично. Здорово. Просторная квартира. Нравится, что балкон. Будем, наверное, думать сюда переезжать уже раз. Квартиры, собственности. Это колоссальная поддержка. Это дает веру в будущее. Все-таки лично мне уже захотелось и второго ребенка. Потому что есть уверенность в завтрашнем дне. Есть крыша своя, и это главное. За последние три года в Барабинском районе жильем обеспечены 35 детей-сирот. На очереди еще почти две сотни. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. В Новосибирском зоопарке животных перевели на усиленное питание. Это связано с морозами, которые остановились в регионе на прошлой неделе. Специальное меню на случай холодов точно рассчитывают для каждого вида животных. Кроме того, сотрудники зоопарка тщательно утеплили вольеры и домики. Причем некоторые звери даже помогали им в этом. Например, медведи или еноты сами закладывают сеном свои жилища. Помогают пережить морозы и густая шерсть, и жировая прослойка. Представители семейства кошачьих зимой сокращают время прогулок, а оленям или овцебыкам минус 30 ни почем. Трескучий мороз – также настоящий праздник для белых медведей. Эта неделя станет подарком для любителей хоккея. Домашние матчи проведет как Сибирь, так и молодежная команда «Сибирские снайперы». Серию Сибирь начнет 22 ноября матчем с одним из лидеров Восточной конференции – Казанским Акбарсом. Между собой команды в КХЛ провели 27 матчей и дважды встречались в розыгрыше Кубка Гагарина. Сначала Сибирь выбирала Акбарс на стадии 1-4 финала конференции, следом Акбарс взял реванш уже в финале Востока. Кроме матча с казанцами, Сибирь ждут игры с «Ладой» и «Нефтехимиком». А в среду, 23 ноября, свой домашний матч проведет молодежная команда «Сибирские снайперы». Соперник – «Реактор» из Нижнекамска. На этой неделе болельщиков ждет пять хоккейных матчей, как в континентальной хоккейной лиге, так и в молодежной. На этом пока все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков новостей и желаю вам удачного рабочего дня. Доброе утро! Новослужба информации и канал УТЭС продолжает свою работу в студии Ксения Петренко. Прямо сейчас расскажем о сокращении квот для иностранцев, ужесточении наказания за осквернение произведений искусства и визите Деда Мороза в Новосибирск. Российское правительство сократило квоты для иностранцев на 2017 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев. Так, квота на временное проживание иностранцев и лиц без гражданства в новом году определена в 110 с лишним тысяч разрешений. Количество распределили по регионам согласно заявкам местных властей с учетом миграционной ситуации и экономического положения в субъектах федерации. Таким образом, квоту по сравнению с текущим годом сократили на 12%. В Каббине пояснили, что распоряжение направлено на повышение эффективности регулирования миграционных процессов и в Новосибирской области в новом году, согласно документу, выдадут не больше 4000 таких разрешений. Лучший студент-электромонтажник России учится в Новосибирском строительно-монтажном колледже и будет представлять нашу страну на международных чемпионатах рабочих профессий WorldSkills. Отборочные соревнования в нашем городе проходили с 14 по 18 ноября. За право попасть в сборную боролись 10 представителей Омской, Тюменской, Московской, Челябинской и Новосибирской областей. Наш регион представлял студент третьего курса «Егот-свалов». По итогам соревнований именно он вошел в число сильнейших электромонтажников. В соответствии с требованиями международного стандарта, профессиональный электромонтажник должен обеспечивать безопасность и надежное снабжение электроэнергии. Его работа включает в себя сборку, установку, тестирование и техническое обслуживание электрической проводки, оборудование устройств и аппаратов. Также электромонтажник должен диагностировать и устранять неисправность систем. За срыв концерта или осквернение произведения искусства в России будут штрафовать до 1 миллиона рублей или сажать в тюрьму сроком до 3 лет. Комитет по культуре согласился с необходимостью принять соответствующие поправки в Уголовный и Административный кодексы. Законопроект рассмотрят депутаты Госдумы. Согласно новому документу, до 3 лет могут дать, если действует группа лиц. Либо присутствуют мотивы политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Если же ущерб меньше, то будет действовать новая статья КОАП о публичном осквернении произведений искусства. Наказание здесь штраф до 100 тысяч рублей. Альтернатива – аресты до 15 суток и обязательные исправительные работы. Аналогичные штрафы предлагают из-за срыв показа фильма или концерта. Из Великого Устюга в Сибири главный Дед Мороз России заедет в Новосибирскую область в рамках новогоднего путешествия по регионам страны. Волшебник встретится с детьми, которые отправили ему свои письма. Посетит детские образовательные и социальные учреждения. Примет участие в благотворительных мероприятиях. Юных сибиряков сегодня ждут в 13.00 на площади перед Новосибирским Государственным академическим театром опери-балета, где Дед Мороз поздравит их с наступающим Новым годом. В Новосибирске прошло открытие первенства города по спортивной акробатике. В турнире приняли участие более 200 спортсменов. В отличие от гимнастики, акробатика – это групповой вид спорта. За медали соревновались как мужские, женские и смешанные пары, так и группы из трех и четырех спортсменов. В обязательной программе выполнение комплекса силовых упражнений – прыжки и сальто. Этот турнир стал одним из самых масштабных. Участие приняли спортсмены из Новосибирска, Томска, Абакана, а также команды Казахстана. В отличие от регионов, откуда прибыли соперники, спортивная акробатика в нашей области только начинает развиваться. Достаточно сильная школа, там тоже свои традиции, там уже много лет. У нас вообще и в России, в принципе, тоже во всех городах акробатика давно развивается. Там и 50-летие уже отмечают школ своих акробатических. Это у нас в Новосибирске не было спортивной акробатики. Только в 2010 году открыли отделение, и вот 4 года назад федерацию. Вот стали развиваться, стали выезжать. Все сейчас наработки, которые есть, это по сути 6 лет. На этом пока все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков новостей и желаю вам удачного дня. Новости ОТС. Доброе утро. Служба информации. Канал ОТС продолжает свою работу в студии Ксения Петренко. Сегодня расскажем о заготовке елей к Новому году, открытии новосибирских генетиков и совместном творческом проекте актеров и музыкантов. 30 тысяч новогодних красавиц к празднику. В лесах региона началась заготовка елей. В этом году деревья срубят больше, чем в прошлом году. Это стало возможным за счет проведения рубок ухода, прореживания хвойных молодняков. Пихту заготовят в Болотницком, Тогучинском, Маслянинском и Колыванском районах, а сосны в Приобских барах региона. Стоимость новогодних деревьев в лесхозах области останется на уровне прошлого года от 200 до 500 рублей за штуку в зависимости от размера дерева и его породы. А вот за срубленное дерево без специального разрешения предусмотрен административный штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей. Добавлю, что уже с 1 декабря государственная лесная охрана перейдет на круглосуточный режим работы и усилит меры по охране лесов и незаконных рубок. Ежедневные инспекторы государственного лесного контроля и надзора совместно с представителями правоохранительных органов прокуратуры будут выходить в рейды. Кроме того, в лесхозах установлено 24 стационарных видеокамеры, с помощью которых осуществляется мониторинг лесных насаждений в режиме реального времени. А на трассах дежурят инспекторы дорожно-патрульной службы, чтобы отслеживать незаконную перевозку деревьев. Уже ближе к Новому году совместно с полицией специалисты государственного лесного надзора проверят елочные базары на предмет законности заготовки и продажи деревьев. Как сохранить вымирающий вид? Ответ на этот вопрос нашли новосибирские генетики. Они создали эмбрион гибридной породы путем скрещивания. Эта разработка в будущем должна помочь выживанию многих животных. Сергей Толмачев о том, как научные опыты опровергают некоторые законы биологии. Несколько стеллажей в креохранилище. Стеллажи у нас, в общем, вот такого образца. Три уровня. В жидком азоте полностью все это хранится. В этих емкостях сотни эмбрионов. Работа генетиков не терпит спешки. Зато результаты мгновенно попадают на первые полосы научных журналов. Эмбрион, полученный от обычной кошки и дальневосточного кота, не исключение. У нас не только получилось вот это эмко, но и развитие эмбриона. Причем, что самое интересное, межвидовой получился гибрид в виде эмбриона. То есть, ну, образно говоря, маленький котенок, только еще он в виде нескольких клеток. Из 37 видов семейства кошачьих сегодня хорошо живется только одному, домашнему коту. Остальные 36 диких постепенно вымирают. Сибирские генетики создали эмбрион, который в будущем должен помочь восстановлению редких видов. Если, конечно, его когда-нибудь сможет выносить самка и принести потомство. Когда такую же методику использовали на грызунах, эффект был ошеломляющим. Хорек – ближайший родственник европейской норки, вида, который практически вымер. Это не американская, которая идет на шубе. С точки зрения биологии произошло невероятное. Самка гибрида – хонорика – выносила в одном помете и норок, и хорьков. Естественным путем сохранить популяцию трудно. Даже в элитных зоопарках мира, где создают все условия, самцы просто пренебрегают обязанностями по продолжению рода. Если самку того же вида оплодотворяют искусственно, она крайне редко дает потомство. С гибридными породами проще. Наука пока не может объяснить факты их высокой продуктивности. Однако ученые говорят, если найти генетический материал, то в теории можно воссоздать даже парк юрского периода. Если бы был гибрид слона и мамонта, как я уже говорил, то тогда можно было бы трансплантировать эмбрион мамонта этому гибриду, и этот гибрид выносил бы нам действительно мамонта. Но вот со слоном очень много кореотипических различий, ну генетических непосредственно, и поэтому далеко не факт, что он сможет выносить вот этот самый эмбрион. Ученые работают в тесном контакте с коллегами. Сотрудники Института автоматики с помощью лазерных лучей помогают разглядеть эмбрионы, а дальневосточные специалисты из Института проблем экологии добывают генетический материал кота. Но для того, чтобы оплодотворить кошку и получить живое потомство, по аналогии с ЭКО для человека, нужна целая бригада ветеринаров и годы работы. А вот заморозка эмбрионов тех пород, которых скоро не останется в природе, это уже реальность. Сергей Толмачев, Александр Ведерников, Новости ОТС. В Новосибирске стартовал совместный проект актеров театра и филармонии. Служители Мельпомена в сопровождении оркестров читают любимые детские сказки. Программа, которая рассчитана на четыре музыкально-литературных вечера, так и называется «Сказки с оркестром». Любимые произведения детства, среди которых «Аленький цветочек», «Щелкунчик», «Халиф Аэст» и «Рики Тики Тави» со сцены прочтут актеры Светлана Галкина, Лаврентий Сорокин, Галина Алехина и Максим Куралевич. В зависимости от художественного мира сказки, иллюстрировать ее будут разные оркестры. Русский симфонический биг-бенд, а на большом экране будет соответствующее видео. На «Аленьком цветочке» панорама полотен русских художников Кипринского, Айвазовского, Шишкина, Левитана. А чтение сказки Вильгельма Гауфа «Халиф Аэст» дополнит песочное шоу. На этом пока все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков новостей и желаю вам удачного рабочего дня. Доброе утро! Расслужба информации и канал ОТС продолжает свою работу в студии Ксения Петренко. Расскажем прямо сейчас о новых правилах обращения с коммунальными отходами, создании в Новосибирске оптово-распределительного центра и итогах театрального сезона. Правительство страны утвердило новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Документ устанавливает порядок сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения. Без этого постановления невозможна деятельность региональных операторов уже с 1 января 2017 года. В документе определены такие всем знакомые понятия, как бункинг, бункер, контейнер, мусоровоз, крупногабаритные отходы. К ним относятся мебель, бытовая техника, отходы из ремонта, которые не вмещаются в контейнер. Туда же нельзя выбрасывать горящие, раскаленные или горячие отходы, снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи, аккумуляторы, медицинские отходы и все, что может причинить вред жизни и здоровью. Также весь транспорт автомобильный и железнодорожный, используемый для перевозки мусора. В течение следующего года должен быть оснащен системами спутниковой навигации ГЛОНАСС. Это необходимо, чтобы нечестные региональные операторы не вывозили мусор на нелегальные свалки. В большинстве регионов проблема несанкционированных свалок стоит довольно остро. Спутниковые навигаторы позволят обеспечить контроль за перемещением мусоровозов. Российские продукты могут заменить едва ли не все привозные. Только для этого нужно создать комфортные условия для местных производителей. По мнению экспертов, нужен некий координатор рынка. Такими могли бы стать логистические комплексы или оптово-распределительные центры. Они будут оказывать инфраструктурные услуги оптовой торговли. Причем не только крупным производителям и сетям, но и мелким фермерским крестьянским хозяйством. Для размещения оптово-распределительного центра в нашем регионе уже арендован участок в промышленно-логистическом парке площадью 223 гектара. Его строительство будет в две очереди. Площадь первой примерно 100 тысяч квадратных метров. Общая стоимость проекта 16 миллиардов рублей. Предполагается, что 70% от этой суммы придется на банковские кредиты. Договор аренды помещений в будущем Новосибирском оптово-распределительном центре подписали уже около 50 компаний. Хранение, доработка и сбыт продовольствия будет осуществляться на одной площадке. Благодаря такому подходу все участники рынка смогут уменьшить свои расходы на логистику и транспорт. Получить звание лучшего отца могут новосибирцы. Всех желающих приглашают принять участие в конкурсе «Папа года». Эта всероссийская премия ежегодно вручается в Москве примерным отцам, а также организациям страны, реализующим проекты в сфере поддержки отцовства. Заявку на участие принимают до 1 декабря. Номинации следующие – лучший семьянин, лучший отец, общественный деятель и лучшие организации. Победителю в каждой определить жюри, которая состоит из общественных деятелей, представителей социально ориентированного бизнеса, органов государственной власти, медиаперсон. Церемония награждения по итогам конкурса «Папа года» состоится в Москве через месяц. Цель премии – популяризация заслуг в области отечественного отцовства и социальной деятельности родителей, а также выявление лучших отцовских социальных практик и инициатив, направленных на воспитание детей. Сотрудники контактного зоопарка в Новосибирске просят горожан прийтить маленьких бельчат. Сразу две самки чилийской белки принесли потомство, каждая по четыре детеныша. Пока бельчата еще слепые, весят всего 15 граммов. Оставить в зоопарке всех администрация не планирует, и после того, как малыши подрастут, чилийских белок отдадут в добрые руки. Эти животные прекрасно живут в домашних условиях, быстро адаптируются, неприхотливы в содержании и уходе, питаются растительной пищей, неагрессивны, активны днем, а ночью спят. Зверки очень подвижны, поэтому необходимо создать условия, чтобы они не скучали, уделять время для игр с ними, правильно оборудовать клетку. В Новосибирске подведут итоги минувшего театрального сезона и вручат премии «Парадиз». Торжественное награждение победителей сегодня вечером в камерном зале филармонии. В этом году театр «Новосибирская» участвует в трех номинациях. Драматический театр – это спектакли, предложенные театрами и экспертным советом. В музыкальном театре и театре для детей представлены все премьеры прошлого сезона. Эта неделя станет подарком для любителей хоккея. Домашние матчи проведут как «Сибирь», так и молодежная команда «Сибирские снайперы». Серия «Сибирь» начнет 22 ноября матчем с одним из лидеров Восточной конференции – Казанским Акбарсом. Между собой команды в КХЛ провели 27 матчей и дважды встречались в розыгрыше Кубка Гагарина. Сначала «Сибирь» выбила Акбарс на стадии 1-4 финала конференции. Следом Акбарс взял реванш и уже в финале Востока. Кроме матча с казанцами, «Сибирь» ждут игры с «Ладой» и «Нефтехимиком». А в среду, 23 ноября, свой домашний матч проведет молодежная команда «Сибирские снайперы». Соперник – «Реактор» из Нижнекамска. На этой неделе болельщиков ждут пять хоккейных матчей, как в континентальной хоккейной лиге, так и в молодежной. На этом все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков новостей и желаю вам удачного начала рабочей недели.